Обзор вездехода в модели Scout Pro Эту машину мы делали для охоты Имеет такую вот консляжную раскраску интересную под слоем защитного лака Данный вездеход имеет габаритные размеры 2,5 метра в длину 1,72 метра в ширину и высота без кабины метр двадцать с кабиной метр девяносто два Из особенностей у вездехода установлены шестнадцатые шины что позволили обеспечить дорожный просвет 34 сантиметра спереди и 32 сантиметра сзади Днище у вездехода плоское Металл днища, перед, зад 2-х миллиметровая сталь отлично держит все удары Гусеницы на этом вездеходе стоят на 400 миллиметров из усиленной 10-ти миллиметровой транспортерной ленты более чем за годовую эксплуатацию практически лента как новая Трак 25-й уголок четверка опорные пластины предотвращающие выворот трака на твердой поверхности Круглок ограничительный десятка высотой практически 100 миллиметров за счет уклона чуть поменьше в связи с тем что колеса 16-е расстояние неперекрытых траков получается у нас раз, два, три постоянно в зацепе и вездеход невозможно разуть пробовали не получилось установленные расширители крыльев спасают на бездорожье сзади брызговички буксировочный рым-болты сзади снизу установлен спереди сверху из особенностей вездеход имеет раздельную тормозную систему спереди вентилируемый диск от 14-х дисков жигулевских сзади 13-е высокую надежность показали на первых тестах были повреждения тормозных шлангов но впоследствии были установлены защита тормозных трубок шланг тормозной идет и часть трубки в защите балки 50-е вылет балки небольшой что положительно сказывается на запасе прочности вездеход амфибия передвигается по водным преградам полное водоизмещение чуть больше куба то есть перевесив 620 кг запас плаучести ориентировочно где-то 400 кг но это по полному заглянем в машине под капот под капотом установлен новый 17-сильный двигатель лифан 192 фт системой электрозапуска встроенный генератор на 84 ватта от него установлены фары светодиодные не боятся тряски воды очень хорошо светят мощность фар суммарной 54 ватта то есть имеем запас по мощности регулятор напряжения аккумулятор все как бы компактно расположено на этом вездеходе установлена доработанная коробка вот такие достаточно легкая надежная крепкая трансмиссия вариаторная вариатор сафари ремень рубина 33 больше года эксплуатации наверное не видно но ремень даже износа нет на ремне в хорошем состоянии обогрев салона при помощи двигателя горячего воздуха двигателя через вентиляционную решетку поступает внутрь салона в салоне достаточно тепло глушитель выведен снаружи капот стеклопластиковый достаточно прочный далее от коробки идет карданный вал в защите на задний мост вот под мостом ниша там расположено сливное отверстие если вдруг попадет вода сидение камазовской с торсионной подвеской компенсирует недостаток точнее отсутствие подвески на вездеходе приборная панель очень простая выключатель массы индикатор уровня тормозной жидкости подсос и ключ зажигания газ ручной управление двумя рычагами передняя панель снимается отдельно от общей для доступа к вариатору но за все время ни разу не пришлось снимать вентиляционные решетки чтобы в летний период мотор не грелся не греется ведет себя отлично коробка выведена напрямую без всяких дополнительных рычагов тросового привода здесь 5 ступенчатая нарисована коробка 4 ступенчатая включается отлично трогается и едет на любой передаче максимальная скорость вездехода с данной коробкой 35 км в час что тоже достаточно хорошо машины очень надежные компактные уже не один год ездим на вездеходе эксплуатируем в тяжелейших дорожных условиях болото грязь тайга тормозные трубки идут по салону защищены оплеткой специальной выведены наружу через специальные штуцера через специальные штуцера 17-ти сильного мотора вполне хватает для движения трех пассажиров в основном это конечно лето осень весна для зимы желательно гусеницы 500-ый установить вот такие вездеходы делаем машины под заказ различные двигатели комплектации цены ссылочку на группу я оставлю внизу видео смотрите звоните постараюсь ответить на все вопросы в описании